Усим привет! Всем привет! Сегодня хочу трофейную рассказать о том, что я вижу, какие подвижки я вижу в так называемом мирном плане. Назови его китайским, путинским, каким угодно, трамповским. Но признаки того, что Украину начинают подталкивать к этому, уже есть, хотя Трамп еще даже не избран. Но кое-кто уже готовится для этого плана Б, точнее плана Т. И мы уже видим, что, и пишут уже чуть не в открытую, что Орбан привез китайский план. Но это так сказано, китайский план Зеленскому. Зеленский сказал нет, конечно, о чем Орбан и заявил. Но то, что он привез и то, что он не просто так впервые приехал в Украину, это все, я уверен, связано с выборами, где Трамп имеет шанс победить, к сожалению. Имеет шанс победить с абсолютно дикими, не то что антиукраинскими, антилюдскими лозунгами. Уже, ну, то, что он сказал, что если в случае избрания я прекращу эту войну, даже до того, как зайду в Белый дом, прекратить ее таким образом можно только удовлетворив хотелки Путина и шантажом прекращение поддержки, заставить Украину фактически пойти на капитуляцию со сдачей части территории, ну, какая на тот момент будет оккупирована, как минимум. Вот, ну и так далее. А дальше так называемые перемирия, в ходе которого Украина будет разрушаться и деградировать, потому что никто не будет, конечно, вкладывать в такую туманную перспективу инвестиции. Будут люди разъезжаться в страхе перед новой войной, а то, что она будет, это открыто говорят и наши все, ну, и все разумные люди. То есть такая пауза, которая выгодна только Путину, ее будет лоббировать Трамп, и он это открыто говорит, что, да, они уже в советнике, типа, обсуждают, какую часть территории Украины можно пожертвовать, ну, наверное, по Днепру, иначе Путину мало будет, другу. Вот, значит, также, что мы там слышим, что, ну, да, в общем, я все сказал, да, и все это пишется в открытую, все это обсуждается, это шило, извините, в заднице не утаишь. Кто агитаторы Трампа, типа, проукраинские, но я считаю, что таким людям вообще не место на этом шарике. Это люди-убийцы Украины, люди, которые сознательно хотят смерти, Украине победе рейху, расистам, вот, и тут уже двусмысленности нет, тут видно, да, вот этот треугольник, стоит Китай за спиной этого, как марионеты, как их держат, да, и, конечно же, Путин и его сателлиты Орбан и Трамп, которые фактически не существуют. Это он их поддерживает, это его технологиями они находятся у власти, и я не преувеличиваю, потому что, ну, я представляю себе силу вот этих пиар-компаний с подкупом, с черными деньгами и так далее, которыми они Олимпиаду себе затащили, купили и чемпионат мира по футболу, и выборы 16-го года помогли в пользу Трампа переиграть в этих свинг-штатах, и сейчас занимаются тем же самым. Удивительно, конечно, что в Америке никто не подумал, как вообще страховку поставить от этого, хотя и доклады были, и все. Нет, Трамп спокойно живет, фактически ни в чем не обвинен, кроме какой-то там порнозвезды, и то непонятно, какой там будет приговор. Верховный суд, куда он своих судей носовал, дал ему безграничные полномочия, королевские фактически, но осталось только выиграть выборы за счет идиотов и оболваненных пропаганды русской, на английском тоже языке. Ну и все, как бы. Дальше раздел мира между мафиозными группировками. Главная мафия, это, конечно, будет Китай и русский, а Трамп на подсосе будет делать вид, что он президент великой страны. На самом деле будет, как и все эти годы, исполнять команды Путина, не нарушать законы мафии, никогда не критиковать Путина, всегда ставить на цыпочках перед шефом. Ну, почему, остается только догадываться. Я думаю, что в конце этой истории мы все это увидим. Только конца истории такого очень не хочется, потому что фактически он сделает вид, понятно, что он просто подчиняется Путину и выполняет его приказ, насколько это реалистично. Но в случае своей победы он просто, как бы, поставит Европу перед фактом. Мы не будем помогать Украине, Путину, типа, достаточно вот этого. На самом деле нет, конечно. Но вот сейчас тактически мы так делаем, а потом Украину все технично бросают. Вот. И русские занимаются своим делом добивать. Добивают недобитую, обескровленную страну, которую к тому времени уже скажут. Ну, раз вы договорились, то все. Вот смотрите, у меня есть друг, двоюродный брат Бориса Немцова, Игорь Эйдман. Он живет в Берлине. Я человек, которому интеллекту и знаниям которого я доверяю. Мы с ним недавно обсуждали некоторые вещи, некоторые странные, интересные совпадения или нет. И он написал текст, проанализировал все это, который я вам хочу прочитать. Он есть у него на Телеграме. Подписывайтесь на Эйдмана. К сожалению, в Ютубе его нет, поэтому читаю я. Извините, да, я вам напою. Тут в повороте не слышали, я вам напою. Итак, текст небольшой. Специальная дезинформационная операция. Не добившись успеха силы на поле боя, российские власти пытаются реализовать свои цели хитростью с помощью обмана и манипуляций. Для этого начата специальная дезинформационная спецоперация под условным названием «Путин готов к компромиссу». Дезинформацию закидывают в офис президента и в СМИ. В ход пошел текст российских мирных предложений. Его озвучил Дмитрий Гордон в интервью Голованова. Я не смотрю это, но вот Игорь видел, можете посмотреть, погуглить. Я ему абсолютно доверяю. Это очевидная липа. Опять фамилии датить, интересные. Гордон, Голованов, Гого. Это очевидная липа, продолжает Эйдман. Россия по ним якобы согласна на особый статус и совместность Украины в управлении Крымом. Для Путина захват Крыма – главное достижение в карьере. Это его идея фикс. Он даже обсуждать статус Крыма никогда не согласится. Не согласится он и на другие компромиссные предложения. Уничтожение Украины как независимого государства, а украинцев как самостоятельного народа – сверхценная параноидальная идея Путина, о которой много раз проговаривался, от которой не в состоянии отказаться. Однако некоторые известные эксперты и журналисты в последнее время заговорили о возможности компромисса с Путиным, ценой потери Украины и ее оккупированных территорий и даже пытаются готовить к этому обществу. Есть ощущение, что и во власти кто-то важный клюнул на российскую наживку. Вот такой диалог произошел, например, между, как пишут, близким к офису президента политологом Владимиром Фисенко и журналисткой Натальей Масичук. Цитата. «Людям нужно объяснить. Не проиграет войну тот, у кого останется столица, большинство территорий и выход к морю». Конец цитаты. Фисенко. Цитата. «Наш главный интерес – не просто вернуть территории. Мы должны сохранить государство, нацию, а территории можно вернуть и позже». Конец цитаты. Эдман продолжает. «Необходимость гнилого компромисса оправдывается в частности распространением паники по поводу возможного прихода Трампа к власти. А параллельно в Киев неожиданно едет Орбан и тоже заманивает Зеленского миражом в соглашение с Путиным. Однако проблема даже не в том, хороший или плох компромисс, а в том, что с Путиным он просто невозможен. Это то, о чем я всегда говорил. У Путина спросить забыли. И аналитики, и политики всякие. «Не мое дело комментировать внутриполитическую ситуацию в Украине, но я хорошо знаю российскую политическую ситуацию. Эта дезинформационная спецоперация проводится не для достижения компромиссного мира и даже не для временной заморозки войны», так считает Игорь Эйдман. Ее задача – ослабление, деморализация и дестабилизация Украины. То есть даже не то, что пауза в войне, а просто сам процесс разговоров об этом, как растворитель для украинской нации, украинского общества. Ее задача – ослабление деморализации и дестабилизации Украины. Кремль пытается обманом заставить украинские власти согласиться на компромисс, на утрату части оккупированных территорий. А потом требования будут все ужесточаться. Это же типичная для российских властей бандитская тактика. Ну только управление миром мафиями, как Трамп, Орбан, Путин и другие подобного рода политики. Главное – прогнуть противника, чтобы он дал слабину, пусть даже в малом. А потом его уже будет проще нагибать все ниже и ниже. Таким образом, Путин хочет расколоть украинское общество, вызвать конфликт между украинскими патриотами и руководством страны, лишить украинцев боли к сопротивлению. Конечная цель этой провокации – хаотизация и захват Украины. Конец цитаты. Можете прочитать оригинал у Игоря. Он вчера это выложил, по-моему. Вот. К чему это все? К сожалению, невозможно не замечать этой подготовки к избранию Трампа. Мы на это не влияем. Мы можем только, кто смотрит мой канал из американцев, писать по-английски и объяснять, что Трамп – это равно Путин. И все, что делает Трамп – это все просто подача блюда, подача мира на стол Путину. Ведь разрушено и обескровлено и отдано частично или полностью Путину, может быть, не только Украина. Но и почему дальше? Он попросит там часть Балтии. Ну, почему нет? Когда-то была Российская империя. Почему? Ну, давайте отдадим часть Балтии. Еще часть чего-то. Эти части отдавали и Гитлеру, и Сталину. Ну, и потом чем закончилось? Да? Потом это закончилось все равно американскими солдатами в Европе. Вот это то, что нужно объяснять американцам. Есть ли тем, кто сомневается и так далее. Не буду влезть в американскую избирательную кампанию, но более наглого рейдерского захвата власти, чем сейчас может случиться, не было, наверное, никогда. Ну, я не знаток особой американской истории, но что-то мне подсказывает. Но мы должны готовиться к худшему, должны раскрывать эти планы. Еще раз, никакого мира Путин не хочет. Путин хочет процессом разговоров о мире просто деморализовать внутри Украину, рассорить наше общество, нагнуть наших политиков или там кого-то купить, кого-то нагнуть, кого-то с кем-то стравить. Значит, ославить одновременно западную петрымку, потому что будут видеть, что Украина там хитается, шатается, что-то там они меж собой шепчутся. Только начни разговоры уже. Ну, это славяне там меж собой. Это война Путина и Зеленского, как Трамп сказал. И если вы думаете, что он один такой, ну, никто тут, конечно, так и не думает. Там ноги ухватятся за это. Только начни. И тогда Трамп скажет, ну, нет, не буду вам помогать. Европу они будут колоть сколько можно. И будет очень и очень тяжело. Я не говорю, что нас все бросят, что все пропало, что там надо в гроб ложиться и так далее. Нет, наоборот, нужно как можно больше сейчас помогать армии и как можно больше в медиа говорить об этом. Но это план Липа. Нет никакого мирного плана Путина. Его нет и не может быть. Орбат это просто гонец черта. Это посланник мафии. Это человек, который там принес у Украины черную метку. Если вы не согласитесь, то я уверен, что он в таком тоне и говорит. Хорошо, что Зеленский его послал. Что будет дальше, я не знаю. Какие аргументы будут применять. И они же давят и на наше общество в том числе. И вот этой дискредитации армии и так далее. Они готовят, разрыхляют почву, чтобы всадить туда русский штык. Понимаете? И когда мы, вы, кто-то ловится там на звери из ТЦК, даже если кто-то нарушает так закон, нельзя это поширивать. Понимаете? Нельзя это распространять. Надо разбираться, но нельзя этим хайповать. Что не надо идти там в армию, что не нужны переводы экономик на военные рельсы. Даже что не нужно кондиционер отключать. Нужно. Я не пользуюсь кондиционером. Это трезвое состояние военного времени. Это этика войны. Это так ведут себя во время войны. Вот это разжижение, уход от войны. И плюс обещание быстро решить вопрос. Ну мы же все хотим мира, да? Вот это как раз и хочет сыграть Путин, его пиарщики. За спиной Китая впереди вот эти две пиписьки Трампа и Орбана, которые будут пытаться влезть во все дырки. Будем гдительны, будем пыльнувать и будем казать правду. Я дякую вам за поддержку, за донаты, за репосты, за спонсорство. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok